зимняя карта конечно для ворона не самое приятное что будет отрубаться гавани будут отрубаться в один момент что делать так тут у нас еще один ворон волк медведь олень и дракон был разнообразненько прямо скажем меня в комментариях очень часто спрашивают зачем так спешить с постройкой дерева добычи дерева если могут открыться рядом районы где будет бонус к дереву по той простой причине что вам две хижины дерева в любом случае требуют будут нужны это без вариантов во вторых за ворона когда играешь как раз рядом дерево очень редко это если только очень повезет может быть поэтому нет смысла откладывать вам дерево надо будет все он добывать и странный тут как странная карта тут два волка топочка ай вот эту панель открывает можно сразу колонизировать территорию так у меня две пшеницы кстати это неплохо это неплохо но но только два района где я гавань могу поставить вот это хотя вот этот может быть тоже смогу гавань поставить наверное да так давайте здесь военные лаги эти вот это исследуем там уже в центр пойдем центр карты откроем дать она побыстрее вот эту территорию от волков зачистить тут у нас есть чем заняться рынке кораблекрушение кораблекрушение для ворона очень неплохой буст сюда не пройти тут трое волков прям все как-то не очень мне нравится так надо наверное зачистить уже надо добыть будет быстро это железо и сделать берсеркой надо будет зачистить эту территорию так тут волков убиваем да здесь тоже гавань ставится отлично правда тут медведь но в принципе нормально вообще очень странно сгенерировано так у меня тут тяжелые ко мне проход и от меня проход так трех волков я двумя ранеными вряд ли смогу убить так а где волки то я и одного только вижу вот они кстати знаете что должен успеть во блин денег нету были бы было бы 20 монет надо я бы этого одного волка успел бы убить так надо значит быстрее гавань ставить и зарезаем одну овцу ведь я сейчас не делаю упор на добычу еды центр может быть ну там йотуны может за йоту нами где-то центр карты волк волков появится я смог зачистить и стоял бы уже ну славу бы получил для ворона это важная штука да и его волки бы больше не набегали на нашу территорию так и надо 20 монет быстро набрать мне вот этого раненого по идее должно хватить чтобы убить этого волка раненого тоже ухты какой я молодец все эти эти возвращаются этот воином становится и бежит добивать волка отлично все просто здорово теперь мне нужны деньги чтобы вот эту территорию взять 40 монет блин появился волк ну как так это плохо мне придется ладно эти что нет не буду я тогда здесь здесь не так быстро будут волки появляться мне надо сначала твоя берсерка сделать иначе я буду очень много денег тратить блин не успел я этого волку убить к сожалению так наверно поставим добычу да давайте наверно все таки надо добывать хоть какую-то еду хотя у нас еще одна овца есть и я ее зарыжу конечно же смея не будет хватать час зимой еды сначала эту территорию потому что вот тут надо много дерева и много денег добыть и вот эти деньги мне дадут возможность купить берсерка там уже кто-то берсерка нанял вы слышали звук да а я отстаю но мне надо блин а хватит ли мне одна овца на эту зиму итак минус 3 идет зима только начинается ну у меня нету выбора особо мне надо так действовать мне хотя бы пять железа накопить этого скаута давайте добычу надо быстро 5 железа я пока тогда уберу с добычи железа поставленную добычу еды сейчас будет серьезный минус минус 9 когда я их поставлю обратно это будет минус 3 ну должно хватить должно хватить если я ищу лесорубов потом нормально все нормально пока так деньги есть давайте давайте еще одно железо надо чтобы волк сейчас не напал вот пока пока пять железа не будет и все есть пять железа ой как раз волк побежал два волка нормально тут мы отобьемся минус один пить и все зашибись будет лето и летом я зачищу эту территорию я должно хватить берсерка даже не совершен раненый и надо бы склад пока видите лесорубов убираю потому что дерево у меня достаточно было от еды и конечно лекарей было бы неплохо поставить давайте все таки верну одну лесовую тут минус 6 как-то очень круто уходит уходит да давайте наверно лесорубов еще еще а потом лекарей я что-то не уверен что мне да не должно хватить убить волков а вот потом лечить надо будет парня а а а а а а а нормально все зашибись все зашибись так дерево добываем нам еще домик надо где-то поставить на домик наверно вот здесь и поставлю что не растет ничего так дерево идет теперь надо зачищать территорию с медведем здесь надо бы башню поставить еще так минут нападать никто не будет я на всякий случай отойду но в принципе так пока территорию не исследую мне не так много денег мне надо еще одну гавань мне надо здесь камень добыть мне нужны лекари похоже лекари надо вот здесь поэтому давайте мы здесь добудем железо побыстрее не тут осталось его 10 штук она быстро добудется а место требуется еще для склада но лекари я сейчас поставлю 60 дерево будет у меня будут лекари так все хорошо все очень неплохо я наверное даже первым выйду в ярло правда выход в ярло у меня минус даст по счастью к сожалению мне надо быстрее выйти в ярло надо бы наверное давайте мы сначала в науку потому что ну у меня сейчас некого пока в лекарей сажать а вот быстрее просто каждое предание дает 10 славы как раз мы 200 наберем и станем не ярло с и ситаном таном а ну вот раз у нас еще один появился давайте достроим не царите другой ворон раньше меня вышел кстати он рядом с игре силем а нашел а я первый нашел его сейчас тоже стану таном эти минус один как я и говорил мы можем одного сейчас сделать воином и пойти медведя бить в таком составе давайте как раз вот этого злого нам тогда должно хватить вообще поехали мне надо чтобы медведь убил одного жителя чтобы у меня минус ушел по счастью но и медведя мне надо убить так нормально так долечиваем берсерка тут строим добычу раз и гавань два вот эти вот четыре драугра очень неудачно не самая лучшая клетка вот так как тут железо и аж четыре драугра очень тяжело будет ее бомбить буду пока тут стоять и не буду пока сейчас ее зачищать пока можно постоять блин ну вот о чем я говорил будет сковано льдом у меня сейчас денег будет очень так мало науки не будет кстати можно лекарей в науку отправить на зиму то есть у меня видите круг камней есть мне надо диковинные товары открыть ну опять минус один ну пошли убьем одного опять об драугров тут они хотя бы возрождаться не будут я бы одного не надо убивать мне нету пока где счастье взять на этого пойдем все двоих убили нормально нормально блин может сейчас уже прерывать поход походу сейчас приходится прерывать уже потому что месяц они месяц плавают и я не успею он тут как раз начинается сразу практически так ну этих тогда в науку еще одного давайте в науку ну эти минус один пошло и сейчас счастье за диковинные товары в общем то можно еще одну гавань строить еще одного парня ну зимой отправлю зимой отправлю лечить берсерка даже двоих ну следующим летом эту территорию зачистим нормально пока потихоньку все идет тоже поставим башню желтый вряд ли там с этой стороны вообще защищен горами и йоту нам так давайте наверно тут сразу поставим добычу камня в принципе скоро уже добудется что с развитием по славе фиолетовый по науке желтый так вылечили берсерка это наверно апнем лесорубов быстрее все добывалось с камнем у нас проблем быть не должно сейчас будем здание эти поля апгрейдить с деньгами видите пока идет не очень и давайте наверно не поля а гавань апну это счастье даст когда еще это мороз закончится еще и троих сразу отправлю ну из этих ученых с камней уберу сейчас только третий кто тана получил когда мы тут с фиолетовым вовсю вперед прием по на по славе фуф отлегло еще таны начать начали таны появляться так давайте наверно ну это не страшно интересно я смогу одним берсерком мне кажется нет с другой стороны у меня сейчас нету юнитов чтобы помочь берсерку а вот уже и появились нет сейчас я хочу отправить знаете этих куда на улучшение инструментов построить кузницу а давайте попробуем может один берсерк сработает если бы они хотя бы далеко друг от друга находились ну походу хватает берсерка отлично а денег нет правда колонизировать область нет нет а 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 нет сейчас сюда пойдет улучшать инструменты ну а и а а в а а ощущается конечно да больше мореходов так я пожалуй дерево мне пока не надо а вот мореходы надо сейчас берсерка уже уже зеленый сдался это кто у нас был медведь по моему да так шесть мореходов 6 крестьян так там желтый зачищает территорию я не думаю что мне будет тут мешать армии там сотка по моему нужно было да так на будущее сейчас пойду до строить башню пойду драугра не страшно и добычу железа все можно последнего поселянина нанимать ремонтируем башню и в принципе наверно военные здания стоит здесь поставить разведку возьму так тут все улучшено это по максимуму отлично дерево добывается железо есть тоже пускай добывает так сколько тут еще камень будет добываться один камень этих мы отправим в кузню значит все камень закончился улучшать дровосеков так давайте мы тут башню поставим на всякий случай так дровосеков и лекарей пока поставим башни чтобы мало ли у моего фиолетового собрата что у меня уже 430 у него тоже примерно такая же слава ну прям даже улучшил башню прям так страшно ну а не 350 что-то отстает фиолетовые послая кто покидает игру а дракон еще блин еще и красный вышел так давайте этого на разведку отправим если он вообще успели тут башню построить мне кажется нет они могут и не сюда напасть такой они сюда эти море ходы а не успел отлично так будем следить куда приедут море ходы сюда хорошо пускай пока их постреляет сюда а что а а а а а а а а долго их кэш и бить пока не на вашей территории они минус 10 к счастью дают к вон там бил лак какой-то disconnected disconnected круто отремонтирую башню пока а 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 синий вынес красного ну вообще у там у него пусть и мне бы вообще на самом деле против синего да подготовиться потому что волк все-таки он рядом со мной так тут все построено 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 здесь еще так что тут не заняты все вылечено да надо достраивать военный за и он вполне может йоту наубить и на меня напасть потому что волк этому надо бы военные здания достроить а 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 автор а Ладно, апну уже лагерь разведчиков Ну, в общем, тут фиолетовый против желтого, я против синего В общем, я тут везде на первых местах почему-то Субтитры делал DimaTorzok Исследую всю территорию, потому что счастье отдает Вот, странники беру Можно, кстати, уже улучшить здание И мне нужна территория для домов Так, вроде... Да, все побережья исследованы Да, между желтым и фиолетовым есть проход Так, ну мне нужно вот эту область захватывать Ага 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 Возьмем, наверное, два поселянина Зачем? Мне, кстати, некуда пока ставить Может, сюда давай? Дайте сюда поставим Ха Ага да да я знаю что больше домов ухты метель ну я должен спокойно пережить хотя можно направить народ еще дерево поддобывать все исследователи открыли все это здание можно удалять не знаю как синему дальше развиваться но он должен йодона выносить и на меня нападать я считаю это как-то очевидно даже не буду я башня апгрейдить не буду желтый тут не игрок я считаю опять же раз два три 4 5 6 территории мы его с фиолетовым мы его с фиолетовым зажали здесь так ну наверное можно этих воинов тоже в добытчиков переводить даже наверное знаете что я отправлю еще в эти а стоп я уже четверых же могу сажать в гавани возвращайтесь одну сюда одну сюда думаю так хватит перебрасываю чтобы если будет внезапная атака не убили мне так тогда в исследователей мне надо быстрее стратегию оборона и улучшение снаряжение открыть фиолетовый ворон зачем-то на волк а неужели волк на него напал точно ну ну это ну я считаю волк совершенно неправильно действует то есть сейчас волк скорее мне дает побеждать потому что ну во первых я ближе убить йотунов тоже прикольно это славу тебе дает и вообще-то всем надо было убивать йотунов и нападать на меня нафига переться через столько территории на фиолетового причем зимой и имея штраф он сейчас штраф имеет давайте кстати улучшим ученых ну а фиолетовый потратил деньги чтобы отправить на защищенную территорию рейд тоже странное решение я просто сейчас сижу и жду улучшение снаряжение увеличивать силу атаку за каждого морехода что тоже офигительно кстати можно пир устроить при мне надо мне домов надо побольше у меня вот как-то с жильем не очень смотрите синий вот эту территорию не захватывает это вот вот это дает ему счастье плюс 2 ну понятно у фиолетового все болеют мудрец улучшим мужчин его не болеют кстати он метель нормально пережил ну чё будучи и на меня нападать не будет где мне 14 кстати маловато тоже то есть так тому если мне кто-то скажет удали какой-нибудь военный лагерь эти приходится улучшать дома я в принципе могу пойти желтого вынести у него он даже ничего не брал него 1 2 2 военных лагеря пойти желтого раз я открою улучшенное снаряжение наверно пойду желтого вынесу просто чтобы не мешался он очень как не развивается он чем-то в мудрости идет ну это кстати да так ну можно желтого пойти снести так нет стоп еще надо улучшить снаряжение моих воинов мне территория нужна как-то туда неохота развиваться как раз желтого заберу и все еще раз сколько раз два кто-нибудь больше видит вообще у него военных лагерей нет 4 я думаю 8 восьмерами 8 восьмером можно нападать и все достаточно будет синий серьезно упороты это я не знаю зачем бегать к фиолетовому вообще не понимаю а у желтого даже башни тут нету я наверно к нему сразу йотунов отправлю вообще четырьмя воинами можно от йотунов отбиться без башни этот чувак явно новичок давайте просто к нему это с йотунов отправлю сейчас посмотреть смогет ли и и и и и и и он жителей просто собрал ну и ладно так все воин улучшен поехали воинов мудрецов это 5 до 6 7 8 8 давайте восьмер восьмерами попробуем чё там убил он его а он гарнизон взял теперь у него будет ну воинов сделал из полностью раненых ну давай-ка мы рейд на него еще тогда просто чтобы отвлечь так сразу здесь домик хочу строить а это удалим и что полечиться отступил кажется все умрут я про желтого я вообще помню одного юнита не потерял ну фиолетовый просит добить синего все у желтого ну вот еще этот может быть он высадится и все в принципе все у него юнитов больше нет ну пошли йоту нас мочить и нападать на синего тогда подождем когда зима пройдет а нет 7 все таки меня убил одного желтый или он умер от не наверное от этой от болезни умер тут же крысы у нас были будет ли плюс то есть и не будет плюс а то больше я юнитов брать не буду этот план дерево дофига с другой стороны можно лесорубов воинов отправить плюс 7 давайте лесорубов да вот так 4 11 будет воинов вот этим должен был волк заниматься по моему скромному мнению троих потерял на до троих и 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 интересно если у него вообще деньги на армию он что-то бежит этом защиту становится но я в эту территорию пойду заберу я не буду тут прям а не решил напасть но он умеет к эти воевать выделил берсерка вперед поставил эту территорию заберу здесь счастье а тут башни нету кстати можно нападать давайте тогда оставшихся воинов сейфовы играем а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В битве Тем более, что волк должен не защищаться, а нападать У него все бонусы именно в нападении Так, где там? Субтитры сделал DimaTorzok Ну то есть тут он победить не может уже никак Слишком его волк подкосил Субтитры сделал DimaTorzok Башни везде строят Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пошел Для меня наемников Синий Синий, зачем он так Так, давайте подсушим дружину То есть он тут вот вынес, по-моему, красного Да, это он вынес Но зачем он потом Именно к фиолетовому пошел Я не скажу, что он бы меня вынес, например, но Логично было бы на меня нападать Уж точно было бы на нем Этих Фиолетовым темплей Тимплей Тимплей Ну серьезно, почему Почему я не должен атаковать синего То есть мне точно можно было не атаковать вообще Я мог бы сидеть и... Вот почему красный, мне кажется, дисконнектнулся Вот из-за... А, это найти, найти, наверное, напали на него Ну, куча красный вот в какой-то момент просто дисконнектнулся По идее, тут у меня, конечно, все зашибись было По деньгам Ну, тут развитие, конечно Улучшение существа Вот тут, видите, тоже фиолетовый улучшал И я вот Больше никто, кроме нас, фиолетовым ничего не улучшал, между прочим Ну вот, население Вот прибежал синий Начал вот тут вот газить А это я уничтожил желтого Ну, то есть, вот, опять же, по-моему, человек не понимает идею игры в ФФА По моему скромному мнению Или не понимает, что происходит в партии Он пишет, что я был занят желтым Ну, и оранжевым Чего не было совершенно И... Даже если я занят желтым Ты же видишь по развитию, кто впереди И кто рядом с тобой Он же имел... Если ты бежишь... Чем дальше от своей территории, тем больше штраф к силе юнитам Ну, в общем, вот такая партия Спасибо, что смотрели Спасибо, что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк Оставить комментарий И поделиться этим видео со своими друзьями Или в социальных сетях А также посмотреть другие мои видео Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране Играйте в умные игры и всем пока